МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из 19 тысяч военнослужащих Белорусского пограничного округа в июне 1941 года, в первые дни войны, погибло 16 тысяч. Сной своей жизни они не просто задержали врага на положенные 10-15 минут, держались часами, а то и сутками. Служба в пограничных войсках считалась престижной и тогда, и сейчас. 28 мая, день пограничника. Здравствуйте, это программа «Взгляд репортера». Меня зовут Дмитрий Акубовский. От набегов орд кочевников и обороны ключевых рубежей наши предки использовали оборонительное сооружение в виде валов и засечной черты. Для присмотра за ними нанималась засечная стража. Она охраняла поселение и выезжала наблюдать за окрестностями. Засечная стража – это первое упоминание о пограничной службе. А вот формирование грудненского пограничного отряда началось в конце мая 1944 года. И уже через несколько месяцев он приступил к охране государственной границы. Не менее важным историческим событием для отряда стала дата 3 октября 1998 года. Именно тогда части было вручено новое боевое знамя. А в конце 2009 года грудненский пограничный отряд был переименован в Грудненскую пограничную группу. Сегодня на ее участке расположено 14 пограничных застав, 3 пограничных поста, комендатура по речи, а также 5 отделений пограничного контроля – Брузги, Гродно, Привалка, Переставица и Свислочь. А протяженность охраняемой границы – более 300 километров. Застава в ружье! На пограничную заставу Соничи поступила информация о крупном объекте нарушителей недалеко от границы. Тревожная группа сработала мгновенно. Меньше двух минут на сборы и еще пять для того, чтобы добраться до указанного квадрата. Волнение оказалось напрасным. Вблизи государственной границы прогуливался олень. Такова легенда учебной проверки. Однако такие, пусть даже учебные срубризы, случаются не всегда. Осмотр местности у нас происходил. Пошли по лесистой местности. Реакция собаки изменилась. То есть начал реагировать. Ну, обнаружил след. Я, ну, то есть это заметил. Поставил собаку на след, да, она пошла по следу. Все, вот шли мы, отработали два километра следа. Вот, и собака вывела на схрон. Схрон лежал, была яма большая. И накрыто все мхом и лапкой. Такая находка была бы невозможной без служебной собаки. К слову, именно работе с четвероногими помощниками на пограничных заставах уделяют особое внимание. Для них и специальный рацион, и регулярные тренировки. Каждый пограничник знает, что даже самая современная техника не может сравниться с природными инстинктами служебного пса. Лежать. Транспортная мобильность также является одной из главных составляющих успешной службы пограничных подразделений. Евгений Мелешко служит на заставе уже больше полугода. С первых дней службы парень зарекомендовал себя как искусный водитель. Он отмечает, что работа шофера на гражданке значительно отличается от службы на пограничной заставе. Вывозим наряд. Если просто наряд вывозить, то завезли на определенное место, оставили. Все, наряд там пошел, нести службу, мы поехали. А если тревога, тревожная группа, в составе тревожной группы, то движемся все вместе. Вооружаемся. Действуем по обстановке. Помимо сухопутного контроля приграничных рубежей, пограничники заставы Суничи охраняют и водный участок государственной границы. Почти пять лет назад для более тщательного контроля прилегающих водных объектов за заставой был закреплен участок реки Неман длиной в 40 километров. Интересный случай был, когда мы ночью шли, был туман, вообще не было ничего видно, и лось переплывал Неман. То есть он когда плывет, он там пыхтел так, что там, я думал, что реально там плывут 40 китайцев. И просто вот когда уже, ну мы подошли ближе, когда голова вот эта вот появилась, ну то есть уже стало видно, что это лось, то вот это было да. Пограничная застава Суничи была основана в 2004 году. Застава охраняет государственную границу протяженностью около 40 километров. Ежедневно по дозорной тропе наряд проходит до 30 километров. Для того, чтобы максимально упростить быт и повысить комфортность службы военнослужащих, для бойцов на заставе предусмотрено все необходимое. Продовольственное обеспечение вещевое. Значит, на заставе есть место для содержания задержанных нарушителей государственной границы. Также комнаты бытового обслуживания, где личный состав готовит форму одежды, внешний вид к несению службы. Также есть лоськие помещения и кабинеты для нарушителей подразделения. Кроме этого, на заставе есть комната отдыха, своя баня и прачечная. Особая гордость – Музей боевой истории пограничной заставы. В данном музее представлена экспозиция истории нашей заставы, нашего подразделения, начиная от времен начала войны и по сегодняшний день. Сначала можете видеть экспонаты, которые собраны своими силами, силами местных жителей, населенных пунктов Саховскин, Головенщицы. Также на заставе имеются дома для офицерского состава и прапорщиков, а это значит, что все должностные лица живут в подразделении границы и готовы в любой момент заступить на службу. Для пограничника оружие – один из главных элементов службы. Новобранцы Гродницкой пограничной группы впервые взяли в руки автоматы. Но в этот раз ненадолго. Это скорее символическое знакомство с оружием. Мужчины по природе своей должны защищать свою семью, землю, даже так буквально сказать. И поэтому я считаю, что это святый долг для любого мужчины, а кто от этого уклоняется, по-моему, просто трус и слабак. Впереди у ребят учебный процесс. Их обочат с разным специальностям, необходимым на границе. А уже в середине июня молодых пограничников ждет присяга. Неотъемлемая составляющая этого значимого мероприятия в жизни каждого гродненского пограничника находится в комнате хранения оружия части. Это уникальный образец автомата Калашникова. С виду может показаться, что это обычный серийный АК-74, но только в зеленой расцветке. Однако у этого оружия есть своя интересная история. В конце 70-х годов, по итогам соцсоревнований, наша часть, и конкретно первая пограничная застава, заняла первое место в Советском Союзе по итогам года. Долгое время это оружие хранилось на первой пограничной заставе. В настоящий момент хранится здесь у нас, в пограничной группе, в комнате для хранения оружия, закреплено за лучшим военнослужащим комендантской группы. По традиции с этим автоматом принимают присягу лучшие военнослужащие учебного пункта Гродненской пограничной группы. Подготовка молодых бойцов продлится чуть больше месяца. Дальше присяга, а затем отправка на место службы. Теоретических занятий практически здесь и не будет. Все практические занятия будут проходить либо в полевых условиях, либо здесь, на территории части, на специально отведенные для этого места. Основной упор, конечно же, будет делаться на огневую подготовку, ну и на тактику пограничной службы. Чтобы каждый пограничник мог действовать по предназначению, по охране государственной границы. Некоторые новобранцы уже сейчас не исключают, что и свою дальнейшую судьбу свяжут с пограничной службой. Однако до этого момента еще больше года, наполненного армейскими буднями, со своими трудностями и настоящей закалкой характера. Время идет, конечно, меняется обстановка, но чувство гордости, чести, достоинства за то, что ты будешь служить под боевым знамя прославленной воинской части, чтобы старшее поколение писали бессмертную страницу в историю счастья и так далее. Конечно, оно запомнилось. Все это знаменательно, волнует, и оно запомнится для ребят на всю жизнь. Во все времена защита границ Отечества была одной из самых ответственных, трудных и почетных задач. Честь и достоинство, несгибаемая воля и беззаветная преданность долгу являются отличительными чертами многих поколений белорусских пограничников. Навсегда в благодарной памяти останется подвиг защитников границы, проявивших мужество и бесстрашие в годы Великой Отечественной войны. Нынешнее поколение стражей белорусской границы сохраняет верность лучшим традициям. По итогам 2016 года Гродинская пограничная группа заняла первое место в системе органов пограничной службы Республики Беларусь. Уже за истекший период 2017 года в 18 случаях нашими сотрудниками задержано 47 нарушителей государственной границы. Гродинские пограничники добросовестно выполняют любые задачи по обеспечению пограничной безопасности нашей страны. Защищают ее экономические интересы и борются с транснациональной преступностью. Свой профессиональный праздник многие из них также проведут на боевом дежурстве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова